Сейчас мы будем ловить на живца, окуня. Вот наш живец, очень маленький, но окунь на него будет клевать. И будем снимать на подводную камеру. Я буду стараться так, чтобы вам было как можно лучше видно. Буду переделывать снасти, так как я не делал снасть для живца, а вот именно сейчас решил попробовать, с той, что у меня есть, просто прицепил маленький тройничок. Прицепляю, значит, здесь вот заплавничок сверху, оба, вот таким вот образом, рыбку. Ну вот и все. Наша камера с вами погрузилась под воду, создала очень много мути, и через минутку уже буквально приплыли первые, так сказать, любознатели. Вот, видно, живец немножко выше получился кадра, где сама камера расположена. Дальше я это исправлю. Окуня смотрели на живца, как-то так, он немножко запутался у меня первый раз. И отплывали назад. Но видно, что следующая стайка подходила, подходила, и они останавливались. Вот мы видим, даже кто-то пытался, вот, особенно когда живец трепался, всем им было интересно, что это, как это. Видите, как они собрались силы в пятером. Наверное, этот им сказал то, что справа, ребята, нас тут обманывают, расходимся, да? Это наше любимое выражение. И все, и они все уплыли. Ну, сейчас я достану камеру, переделаю немножко снасть и опущу заново под воду. Со второй попытки я попытался чуть-чуть перевязать снасть по-другому. Убрал грудь, вот, сделал так, чтобы живец более был подвижный. Ну, и опустил камеру вниз, немного в другом месте, там, где немножко отличается глубина. Вот, видим, живец все равно, собака запутался. Но окуня подплывали, и также вот его нюхали. Я думаю, что был большой живец, или окунь, скорее всего, очень маленький. Вот, хотя тройничок я использовал маленький, живца маленького, меньше мизинчика был. Акушата вот подплывали, этот даже нюхать пытался. Увидел большой тройник, думаю, да нет, я такой не заглотну. И все, друзья, разошлись. Потом живец начал трепаться. Побыл пару минут в воде и начал трепаться, начал, вот, привлекать рыбу. Ну, окуня, как видите, проплывали мимо, даже не обращали на него внимания. Один окушок, второй окушок, там он густера дальше кормится. Кстати, наверное, надо попробовать забросить фидер еще. Да, раз густера так кормится в октябре. Видим, окунек остановился такой, что это там, да, даже развернулся. Но все равно, этот даже плыл к нему с разгона. Подошел, вот, посмотрел, посмотрел и уплыл. Камеры, они не боятся. Просто, наверное, неинтересен был этот живец, или эта оснастка, которую я сделал. Камеры, они не боятся, потому что в предыдущих роликах и на червя, и на все остальное, они как бы, ну, нормально так более-менее реагировали. Так что это не вариант, что боятся камеры. В следующий раз я перевязал оснастку на обыкновенный маленький крючок, глотончик. Вверху, вы видите, одна леска без всяких поводков и грузик сантиметров около 7 от самой рыбки. Рыбка, к сожалению, ушла из кадра вверх после того, как я забросил. Ну, окушки сразу к ней подошли. Я не знаю, что их привлекло. Малек был такой же маленький. Вот, и здесь мы видим, как окуня смотрят, смотрят, смотрят. И сейчас будет момент. Вот он. Именно момент удара. Вы видели, камера даже развернулась. И вот он выплюнул крючок. Именно вот этот окунек, который справа уплыл, он выплюнул крючок. Съел рыбу и выплюнул крючок. На живца одна хваточка была, такая небольшая. Вот он ее схватил, там вверху было видно, потом вниз, когда опустился окунь, он просто-напросто выплюнул. Вот получается мост. Дальше за мостом мусор за лето набился. И там вон, я вам показывал, в том вон крае, вон там, в прошлый раз видео снимал, там он и плавает. Вот, короче, мне кажется, что это никакая, никакой не галавль. Мне кажется, это просто селитер, наверное, тут просто селитер и плавает. Я опускаю камеру вот сюда, вот, значит, в разных местах. Глубина в средине примерно одинаковая. Ну, начиная вот от треть моста, выделяю, где глубина. И сюда вот вам показываю гружу. Ну, тут около четырех метров, где-то так, три с половиной, четыре, там чуть пять. И в разных местах я ставлю. Как только погружаю камеру, значит, окушок, получается, всплывается. И окушок, и густерка, все всплываются. Всем, значит, интересно, все смотрят, что там как. А проходит время, ну, они не хотят есть. В общем, не знаю, буду еще пробовать подбирать другие какие-то насадки. В общем, пишите в комментах, на что еще пробовать, кроме опарыша. Кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Также к вам рекомендую к просмотру пять самоделок для рыбалки и три супер самоделки, которые я делал ранее. Я ими пользуюсь и ловлю ими рыбу уже давно.